Добрый вечер, это программа Обозреватель, с вами Елена Спиридонова. Простите за несбывшиеся мечты, я ухожу из РМГ, причины, думаю, всем понятны. Такими словами Сергей Архипов, возглавивший русскую медиагруппу всего 9 дней назад, объяснил свой уход. По его мнению, РМГ осталось жить всего 3 месяца. В госконцерте не особо-то расстроились и заявили, что вообще обойдутся без гендиректора, а для поиска юных патриотичных дарований создадут худсовет. Пока акционеры выясняют отношения, музыканты грозят бойкотом русскому радио и думают над созданием своей альтернативной радиостанции. Чем обернется продажа одного из крупнейших российских медиахолдингов? Будем разбираться сегодня с обеими сторонами конфликта в программе, в студии. Ну а вас, как обычно, приглашаем к обсуждению. На сайте rbc.ru проводим опрос. Война акционеров русской медиагруппы. Это что, интересуемся мы, спрашиваем у вас? Спор хозяйствующих субъектов. Так считает примерно 19% аудитории. Следствие вмешательства государства в дела бизнеса. Так думают около 59%. И борьба за новые имена на отечественной эстраде. Это официальная версия, напомню. И она набирает у нас около 22% голосов. Со мной в студии Сергей Бунин, генеральный директор в ГУП «Госконцерт», который, собственно, собирается покупать русскую медиагруппу. Ожидаем мы Сергея Кожевникова, гендиректора русской медиагруппы в прошлом. С минуты минуты подъедет. Ну а пока я предлагаю вспомнить историю этого конфликта. Наша небольшая справка. В июле этого года сделку о продаже русской медиагруппы «Госконцерту» одобрила Федеральная антимонопольная служба. С этого момента началась фаза активного противостояния акционеров. И ФД «Капитал», представляющего интересы Леонида Федуна и Вагиты Олег Первого, и на тот момент генерального директора холдинга Сергея Кожевникова. Последний выступал категорически против продажи холдинга «Госконцерт». В результате конфликта Кожевников был отправлен в отставку. Его место занял Сергей Архипов, бывший президент холдинга, получивший, по его словам, двухлетний карт-бланш от Леонида Федуна. Весть об отставке Архипова также не заставила себя долго ждать. Через неделю после своего назначения новый генеральный директор подал в отставку. Итак, Сергей, к вам вопрос. Господин Архипов, объясняя причину своего ухода после 9 дней работы, заявила о том, что новые будущие акционеры «Русской медиагруппы» уже начали вмешиваться в радийную политику холдинга. Якобы вы советовали, каких артистов ставить, каких не ставить. А тех артистов, которые подписали письмо президенту с просьбой не допускать этой сделки, вы попросили убрать из ротации, либо не ставить их новых песен. Как все было на самом деле? Во-первых, он сказал, что я что-то требовал, а не просил. Ну, он сказал, что требовал. Во-первых, я не могу ничего требовать. Пока еще акционерами являются ИВД «Капитал» и еще одна структура. Мы пока всего лишь компания, которая собирается, которая имеет намерение приобрести этот актив. Сделки еще нет. Поэтому что-либо требовать я точно не могу. Вы советовали настоящее? Да, мы обсуждали. Обсуждали. Обсуждали то, каким образом мы бы видели функционирование русской медиагруппы, в первую очередь русского радио в будущем. И каким образом? Мы хотим, чтобы у новых артистов, которые до сегодняшнего дня не имели возможности попадать, как минимум, без существенных сложностей или вложений в эфир, чтобы они получили такую возможность. По поводу старых артистов, те, которые выступают против вот этой сделки, у вас были какие-то рекомендации, предложения? Мы обсуждали то, что есть засилие продюсерских центров или продюсеров, которые сейчас монополизировали эту сферу, и через которых очень сложно пробиться другим артистам, которые не входят в эти продюсерские центры. Вот о чем мы говорили. А, собственно, другим артистам, насколько я понимаю, официальную версию этой всей истории, очень сложно пробиться на эстрады вообще в этой жизни, потому что существует некая сложившаяся система, которая функционирует, там, плата за ротацию, та же самая. О чем господин Волин, кстати, вчера говорил в Минкомсвязи, когда обсуждалась эта идея. Вот вопрос к подъехавшему уже Сергею Кожевникуму, генеральному директору, поседателю правления ЗАО «Русская медиагруппа» с 2008 по 2015 год. Что это за история с ротациями, и, собственно говоря, можете ли вы что-то ответить на эти претензии? Ну, здесь, наверное, господину Бунину нужен вопрос. Это его фантазии. Потому что ни артисты, ни продюсеры, ни мы не в курсе этих фантазий, и поэтому нам сложно комментировать то, чего не существует. То есть платы за ротацию нет, и вы можете официально об этом вот в эфире у нас сейчас... Более того, сейчас публикует, допустим, последний, я пока ехал в машине, Макс Фадеев опубликовал большой пост, у него много артистов, и, причем, самых новых, на нас тоже ссылается господин Бунин, и Саргиз, и Серебро, и так далее, успешные, новые, популярные, которые только, некоторые только появились в этом году, из «Голоса» или других там проектов. И никаких, и Макс подчеркивает, да, многие песни не брали. Жесткая селекционная работа, тестирование. Мы много денег тратим на исследования в «Гэллопе», но никогда финансовых отношений между нами не стояло. Но если вот новая звезда к вам приходит, продюсер приводит нового человека, как вы определяете брать его, не брать, когда еще нет никаких исследований в «Гэллопе»? Очень просто. Существует худсовет, который слушает песню. Ну, во-первых, первое. Песня должна быть технически просто сделана. Если она с техническим браком, она просто не попадает в эфир. После технического осмотра, как? ОТК. Дальше попадает песня на худсовет, ее слушают. И если худсовету она интересна, они ставят ее в эфир. И примерно в течение месяца она играет в эфире. Если она играет в эфире, после этого она тестируется. Если тесты хорошие, у нее дальнейшая судьба положительная. Вы можете подкорректировать вот эту схему, которую нам сейчас описали? Во-первых, я рад, что Сергей Витальевич рассказал, что именно сегодня господин Фадеев объявил эту новость. Потому что, видимо, наше вчерашнее заявление прошло даром. И мы рады, что уже началась тенденция на появление артистов новых в эфирах. А что касается слов господина Кожевникова об отсутствии препятствий. Ну, понимаете, если бы не было препятствий, то мы бы каждый Новый год не видели в эфире одних и тех же артистов. Вот и все. Проблема понятна. Что вы будете делать, если сейчас те артисты, которые выступают против, которые уже заявили о том, что они устроят бойкот русскому радио, о том, что они будут создать альтернативную радиостанцию, действительно выполнят свои обещания, свои угрозы реализуют. Как будет существовать медиахолдинг в целом? Во-первых, мы их поблагодарим за то, что они, как минимум, мыслят одинаково с нами. У меня вопрос. А почему вы спрашиваете, как будет существовать медиахолдинг? Потому что господин Бунин, насколько я понимаю, не имеет никакого отношения к медиахолдингу. Это такая сугубо теория. Интересно их представление. Если они приобретают актив, они должны иметь какое-то представление, бизнес-план, как его развивать. Безусловно. Но для того, чтобы приобрести, должны существовать какие-то официальные бумаги. До сих пор я акционер и член дикторов русской медиагруппы, я остаюсь им. Я не видел ни одного документа, который бы говорил о серьезности и намерении госконцерта. Мои ворочения в министерстве показывают, что у госконцерта нет денег. То есть они могут взять... Концерту могут предоставить кредит. Вот я слышала, что ВТБ якобы. Да, безусловно. Кредит в залог акций приобретаемой компании. Но залог акционов, я думаю, закончился в 90-х годах. Нет, они всплыли теперь с появлением госконцерта. Я рад, что Сергей Витальевич перебил меня. По всей видимости, ему не очень выгодно то, что я говорю. Тем самым он подтвердил. Без лирики, где деньги возьмете? Я отвечу на тот вопрос, который вы мне задали. Хорошо. Дело в том, что мы поблагодарим артистов, которые отказались от своих мест в эфире. Потому что тем самым они, видимо, действительно прислушались к нам или прислушаются. И дадут дорогу новым артистам. Какой рейтинг вы будете поддерживать, если у вас будут одни юные, патриотически настроенные дарования? Почему одни? Какие у вас будут финансовые показатели? Откажутся же не все артисты, а, видимо, известный список Сергею Витальевичу. Если они откажутся, конечно. У вас есть уверенность, что они не откажутся? У меня нет никакой уверенности. Но я уверен, что артистов больше в нашей стране. В том числе популярных на сегодняшний день, чем те, которые, возможно, откажутся. Я абсолютно согласна с Сергеем Витальевичем. В том плане, что мы обсуждаем сделку, как уже свершившуюся, в то время как ее еще нет. Вот в отношении ее финансовой стороны. Где госконцерт возьмет деньги? Сейчас финансовое положение госконцерта, во-первых, каково? И, во-вторых, есть ли у вас какие-то гарантии? Коль уж вы даете рекомендации нынешним акционерам по поводу того, какую политику проводить на радиостанции. Есть ли у вас понимание и уверенность в том, что эти деньги вы действительно получите? Если да, то откуда? Мы надеемся на то, что мы их получим. Это раз. Ничего странного в том, что мы обращаемся за кредитными деньгами, нет. Ничего странного в том, чтобы... Получите от кого? От банков. От нескольких банков? Либо же с каким-то конкретным банком договорились? А это зависит от того, каким образом мы договоримся с тем банком, с которым мы сейчас ведем переговоры, кто сколько даст. Это будет система действительно залогового аукциона? А почему нет, если это нормальная экономическая практика? Интересно. Это, конечно, интересно, потому что компания с оборотом 2,5 миллиарда покупает компания с оборотом 70 тысяч рублей. По поводу юридической стороны, опять же финансовой стороны вопроса. У вас преимущественно право покупки акций, насколько я понимаю, как у действующего акционера. Вы можете его реализовать или нет? Я сделал предложение акционерам по приобретению из расчета 31 миллион за одну акцию, но пока не получил никакого ответа. Через прессу мне ответили, что это маленькая цена. Если бы мне предложили некую цену, я бы готов был обсуждать ее. Свой пакет, то есть вы готовы продавать только в какой-то определенной цене? Либо вы категорически отказываетесь его продавать? Либо вы собираетесь приобретать пакеты, которые принадлежат другим акционерам 78%? Я считаю, что сейчас медиа находится внизу, потому что существует кризис на медийном рынке, существует кризис рекламы. И сейчас продавать для любого инвестора – это абсурд. Покупать – да. Если мой старший акционер позиционирует себя как компания, то для нее выгодно дешево купить и дорого продать. С вами по-хорошему не пытались договориться вообще до того, как вся эта история приобрела такой некий скандальный характер? Пока эти деньги, которые мне предлагали, на мой взгляд, были абсурдные. К нам присоединяется продюсер Иосиф Пригожин. Как подсказывает мне, чуть позже он к нам присоединится. Вот с ним поговорим по поводу планов, намерений артистов покинуть радиостанцию. В отношении проверки страны в декапитал, коррупционных схем, у вас какие соображения есть? Чем она вызвана? И, собственно, чем это все может закончиться? Ничем это не может закончиться по одной простой причине. У нас очень прозрачная отчетность, мы каждый год проходим аудиты и внешние, и внутренние. И поэтому все расследования, они закончатся ничем. Все это вызвано только одним. Это желанием нажать на меня, как на генерального директора, для того, чтобы по низкой цене купить мои акции. Других причин я не вижу. Потому что то же самое было вечно, что если ты не согласишься, мы уберем тебя из генеральных директоров, дальше мы зайдем на тебя какое-нибудь уголовное дело, и все. То есть шантаж, это, видимо, почерк наших оппонентов. Дозвонились мы до Иосифа Пригожина. Иосиф, добрый вечер, как вы нас слышите? Добрый вечер, слышу вас отлично, рад слышать. Здравия Сергея Витальевича Кожевникова. Хотелось вот услышать ваше мнение, как непосредственно участников процесса. Вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью платить за ротацию своих артистов? Я никогда. Я хочу сказать, что, ну, пусть на меня Сергей Витальевич не обижается, у нас были, скорее, трудности с постановкой, потому что это связано со многими артистами, потому что есть такое все-таки понятие, да, как аудитория, слушатель, да, существует такое прохождение тестирования, да. Соответственно, как бы у нас не всегда могут сходиться наши точки зрения в плане песни, в плане репертуара, но, что касается коммерческой составляющей, это никогда не обсуждалось. Мне кажется, ну, нам было бы стыдно вообще про этот проект говорить друг с другом, потому что даже намека никогда не было, ни со стороны предыдущих, ни со стороны сегодняшних. Мы с Сергеем Витальевичем знакомы более 20 лет, поэтому он всегда трепетно относился к репертуару, к радио и к артистам. Что вас смущает в идее патриотического медиа-холдинга? Почему вы категорически против этого выступаете? Секундочку, а скажите, пожалуйста, куда более патриотичнее, чем русское радио? Сам бренд, само название «Русское радио» давно уже носит патриотический характер. И на русском радио, в отличие от, например, нами уважаемой станции «Европа плюс» и многие другие, играет абсолютно стопроцентная русская музыка. Понимаете, более того, единственная радиостанция, которая закрывает эфирм, гимном Российской Федерации. Понимаете? На этой станции присутствуют все артисты, все краски, все цвета радуги музыки, вне зависимости от пола, от жанра, практически все присутствуют. Спасибо, спасибо. Извините, я закончу. От Киркорова до Валерии, поэтому присутствуют все, понимаете? Спасибо, Иосиф Пригожин с нами был. А куда еще больше патриотизма, ответьте. Здесь подмена понятий. Если назвать что-то патриотизмом или русским, то это не значит, что это патриотично или это русское. Мы говорим о том, что патриотично делать качественный продукт. Почему качественный новый продукт и инкубатор для взращивания отечественных суперзвезд с правильным мировоззрением нужно было делать именно на базе русской медиагруппы и на базе русского радио? Что будет с остальными активами, входящими в эту группу? Радио Монте-Карло. Там тоже будут звучать российские патриотичные песни? Почему на базе русской медиагруппы? Потому что возникла такая идея, возникла в том числе, потому что есть предложение о покупке. Если бы нам предложили купить что-то другое, то тогда бы мы сейчас обсуждали какой-то другой актив. У вас понимание, какой это вопрос? Почему именно русскую медиагруппу? Я не знаю, о каком предложении покупки идет речь, потому что на совете дикторов нет ни одного документа, подтверждающего, что было предложение о покупке. Это частная договоренность, судя по всему, господина Киселева и госпожи Плаксиной. Потому что ни через совет дикторов, ни совет акционеров эти заявления не проходили. Поэтому мне тяжело это даже комментировать. Второе. Если вы такие прекрасные патриоты, а не лжепатриоты, как многие вас считают, то почему бы вы не взяли, вы постоянно ставитесь на Министерство связи, взяли бы свободную чистоту и проявили бы свои творческие таланты на ровном месте. И, наверное, вами кто-нибудь заинтересовался, к вам пришли бы молодые люди. А может быть, еще и госфинансирование получили. А может, госфинансирование получили. Нет, вы приходите в существующий бизнес и пытаетесь его отжать, ведя себя очень похоже на рейдеров. Как? Зачем вам станция Монте-Карло, где играет европейская музыка 60-х годов? Оно не имеет никакого отношения. Хотелось бы получить документальное подтверждение тому, что мы ведем себя как рейдеры. Где хоть какое-то заявление от акционеров относительно того, что мы не экономически... Когда будет конкретное предложение? Сделка будет тогда, когда мы получим подтверждение финансирования этой сделки. Ну, я так понимаю, что, в общем, вопрос уже практически решенный. А позиция Министерства культуры какова? Позиция Министерства культуры такова, что как только мы получаем подтверждение финансирования, я обращаюсь к агент-директор госконцерта Министерства культуры за получением разрешения. Как вы будете эти кредиты возвращать? Как минимум, мы собираемся серьезно повысить экономические показатели русской медиагруппы. За счет новых звезд? В том числе за счет новых звезд. Новые звезды, конечно, это... Не, мы не гонимся за быстрой прибылью, безусловно. Но ведь аудитория уйдет в первое время, это очевидно. Если от вас уйдут уже раскрученные звезды, которые слушают... А кто говорил, что мы собираемся взять и раскрученных звезд удалить из эфира? Никто такого не говорил никогда. Вот господин Архипов. Господин Архипов, может быть, говорил об этом. Это его частное мнение. То есть у вас есть прям вот составленный четкий бизнес-план, как вы будете повышать эффективность и как вы будете возвращать банкам, наверняка банкам с госучастием, кредиты? У нас есть концепция того, как мы хотим строить работу русской медиагруппы. Извините, а у кого у вас? Вы имеете в виду с господином Киселевым? Насколько я понимаю, вы никогда не работали ни в медийной структуре, ни на радио, ни на телевидении. У вас нет ни малейшего опыта, ни одного дня. Вы где учились? Я учился в Академии ФСБ. По поводу госконцерта, его роль какова будет в этой всей истории? Я отвечу Сергею Витальевичу. Дело в том, что управлять медиа-активом мы не собираемся вдвоем с Киселевым. И мы прекрасно понимаем... Господин Козлов, который появился в Минкомсвязи накануне. Господин Козлов фигура, которая не будет иметь отношения, если вообще будет иметь отношения к русской медиагруппе, то не будет иметь отношения к творчеству, не будет иметь отношения к медийному бизнесу как таковому. Это фигура, которая будет заниматься юридическими вопросами, осуществлять административное управление, если будет, если такое решение будет принято. Как все-таки вы планируете договариваться с акционерами русской медиагруппы? О чем? Будете вы покупать долю или нет пытаться? Если нам предложите ее продать, мы, конечно, будем покупать. Предложите? Предложите разумные деньги, и мы готовы продать все, кроме родины и семьи. У вас есть понимание, за какую сумму вы готовы купить? У нас есть понимание. Это мы обсуждаем с ИВД-капиталом. Маленькая деталь. Только вот мы обсуждали господина Козлова, у которого была встреча с Волиным. Только это не существует. Его выдали за управляющего директора русской медиагруппы, которого не является. У нас в штате даже нет дворника с фамилией Козлов. Волина ввели в заблуждение? Ввели в заблуждение. Ну что ж, я думаю, что мы еще не один раз вернемся к этой истории. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня в эфир. Я напоминаю, что создание патриотического медиахожинга... Субтитры сделал DimaTorzok